я приветствую вас дорогие мои подписчики и гости моего канала расскажу сегодня как я оформляю свои работы которые я рисую утюгом вы уже видели несколько моих видео есть на моем канале и как можно применить потом наши рисунки где можно применить что можно с этим делать немного сегодня такой обзор сделаю ну прежде всего конечно самое простое это если получилась удачная работа можно и просто на подрамник вот подрамник покупайте подходящие размера и делайте подложку и просто наклеиваете у вас получается картина для украшения вашего дома теперь можно делать из этого закладки может поверить показал одно видео в своем можно сделать открытки открытки сейчас как раз таки сегодня покажу вам как сделать открытку своими руками использую такую технику рисование утюгом ну что-то в таком вроде мы сегодня сделал вчера я сделала такую работу показать вам может сегодня конечно что-то другое но что хотел бы отметить дополнить наш рисунок можно штампами будет тогда интересно например я покажу какие работают делала со штампами вот скажем получилось что такое у меня в стиле пустыня и мираж пустыня я дополнила верблюды такой караман верблюдов едет и или скажем получилось у меня такой интересный пейзаж какой-то лесной я сделала олени здесь как будто не пьют воду у источника это дополнение очень разнообразит вам вашу работу и придаст особой ошибки что-то такое необыкновенное вот тоже здесь такой эльф фея стоит на фоне вот такого света сегодня мы с вами сделаем пейзаж 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 и с какими-нибудь растениями деревьями давайте начнем с самого начала конечно надо сначала сделать нам фон начнем сверху так значит что я использую мне нужен картон жратно конечно он для глянцевой чтобы насколько вы сможете найти потому что вот то что я нашла в магазине для творчества немного такой глянцевый мелкие восковые и утюг который я поставил на двоечку он у меня стоит на подставочке металлическая и конечно мокрые салфеточки на рядом все здесь у меня керамическая плитка покрытая салфетками и бумагой и так мы начинаем значит я сейчас сделать сделать должна пример я делаю сначала желтый цвет и зеленый вот как получились вот эти вот лучи это конечно спонтанный работ может часа не получится так как хотелось бы ну давайте посмотрим в этом вся прелесть и этой техники что никогда не знаешь как получится можешь точно за спланировать так вот желтый зеленый немножечко у нас здесь будет синий но посмотрим как это пойдет я немного двигаю утюгом вот так чтобы получились вот такие у нас лучи вот смотрите когда двигаешь тюгу получается такие просто полосочки кому-то это лучики света здесь меня осталось кусочек недоработаны нет краски поэтому я сейчас еще раз пройду здесь можно дополнять конечно хотя это конечно будет видно стеки ничего страшного бывает что да даже это интересно получается такие моменты просто прикасаясь едва-едва здесь меня посмотрите тоже был кусочек который с первого раза не получился я добавляла немножечко так верхняя часть у нас мужская сделано теперь приступаем пейзажи самому так здесь у нас наверное такой мы цвет выбираем что-то такое коричневая протираем все время салфиточкой протираем утюг я сейчас возьму коричневый цвет и возьму зеленый больше зеленого и немножко я может хотела бы добавить оранжевого он поярче немного ну вот сейчас смотрите я начинаю вот здесь чуть ниже середины и начинаю двигать приклеивается бумажка утюгу ну что много там сейчас воска я рисую пейзаж просто приклеивается то отклеивается как бы причмокивая вот так вот ну как сказать методом отлипа и когда вы делать методом отлипа то от вас получаются такие веточки вот опять у меня здесь не получился кусочек нужно его закончить так снова коричневые вместе зеленым есть мелкие которые топятся гораздо лучше на подошве утюга есть такие которые хуже это вам нужно просто по опыту поискать в магазина как вас вот вот смотрите уже получилось очень красиво веточки внизу да я отлипала просто утюг приложить не двигает просто взять его вверх поднять да получается такие веточки даже по-моему даже красивее получилось чем вчера я делала не страшно вот эти вот маленькие точки они нужно их убрать не царапайте сильную что-то всякий воск хорошо мы это сделали теперь здесь у меня есть еще такие веточки вот там где отлип делала и получилось у нас веточки можно сделать точечки-точечки цветные вот вас как будто цветы это вот я беру бордовый цвет на самый кончик вот сюда и вот здесь прямо так получилось нужно хорошо добавить такие цветочки не делать обязательно добавляйте еще воск не делайте чистым утюгом потому что получается белый воск уходит все вот видите получается белый сейчас просто поярче что-нибудь такое сделаешь чтобы добавить много чтобы воска было чтобы он остался на бумаге но сейчас прямо видно вот такие видите мы еще продолжим с этими цветочками сейчас я покажу вам как делать штампы значит для штампов я использую вот такие наборы я заказываю в алиэкспресс там дешево все вот это дерево которое я использовала сегодня я хочу сделать есть несколько деревьев такой лесной массив как бы на вот прямо здесь хочу поставить вот так нам нужен для штампинга нужен вот такой акриловый блок тоже на алексосе заказывала разные размеры очень старый уже вот этот у меня штамп и он не очень хорошо приклеивается и я вам скажу как это сделать что приклеился не упал самое неподходящее время с блока и просто немного так много софеточкой вы протираете и он хорошо приклеивается все вот приклеился что нужно для штампинга как я сказала уже сами как называть силиконовые штампы и вот такие чернила это перманентные посмотрите внимательно подушечка спиной для за перманент есть черные они простые они могут стереть с этой нашей с воска поэтому очень важно вот такие именно чернила подушечка вот у меня здесь стоит теперь я начинаю плотно-плотно хорошо вот так нажимаю на подушечку чтобы пропиталась хорошо пропитался штамп чернилами сейчас я поставлю сюда немного подождите чтобы хорошо впиталась бумагу не всегда очень четко нам получается давайте посмотрим как сегодня вот как раз таки сегодня ничего не получилось этот штамп очень старый как я сказала наверно у меня не подходит тем не его протираю хорошо чтобы убрать снова пакет и достану тот штамп который я вчера использовал он дал хороший оттиск проверил давайте сейчас это же самое дерево вот это дерево я приклеиваю крепко держится и снова набираю чернил на этот штамп так поставлю на это место где он там не пропечаталась посмотрим как сегодня у меня этот пойдет что так да это хороший конечно штамп более качественный вот дерево получилось хороший оттиск не забывайте протирать чтобы у вас материалы ваши всегда были чистые готовы к следующей работе закрываем нет я наверно стану пока еще подушечку покажу что можно еще сделать смотрите здесь у нас можно еще добавить какие-то растения например вот можете заказать есть очень много большой алиэкспресс растительность разные много я использую это слово я набираю и вот здесь где есть место можно это сделать как будто вдалеке там еще какие-то есть растения и вот вот так вот сюда их распределяем если не отпечаткаем если не отпечатать еще раз пробуем на подушечку и снова прикладываем пробовать у вас получится если вам интересна эта техника приобретите себе вот эти вот штампы они недорогие и они очень хорошо разнообразит вашей работы сейчас еще одну и сделаю и все может быть может быть давайте давайте покажу вот если вам видно возрасте штампа вот здесь есть с этой стороны здесь проглядывает какие-то веточки вот ну как бы так разнообразие добавляет еще что-нибудь нашей работе так теперь работа почти готова я хотела бы еще может быть все повторить цветочки я хотела бы может быть снова красный добавить что у нас было так очень большой получился вот 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 так… ну вот мы приближаемся нашей работ вот такие цветочки у нас посмотрите получилось очень интересно теперь заключение на часть работы как сохранить этот рисунок. Вчера я сделала ошибку. Не повторяйте её. Сейчас я скажу, какая ошибка. Мы обычно всегда, когда сделаем работу какую-то, венкаустику, которую мы делаем, то берём тряпочку или может быть ватка будет какая-то, можно взять ватку, и мы обычно натираем. Когда мы натираем, то появляется блеск на работе. И это очень хорошо всегда делать. Но я начала навалить блеск, и у меня дерево немного, вот штаб смазался. Поэтому давайте сделаем сегодня по-другому. Пойдём по другим путём. Чтобы сохранить наш рисунок, мы покроем лаком. Но прежде всего я сейчас хочу вот здесь края немного пройти, сделать глубину, как бы немножко пройти чёрным цветом. Добавить мышкой объём. Законченный вид такой вот. Хороший. Так, всё. Закрываем штампиную подушечку. Теперь я беру лак. Это может быть матовый или это может быть глянцевый. Что у вас есть? У меня обычно глянцевый на эту работу ходит, но сегодня на глянцевого нет. Я буду использовать матовый. Так, мы покроем лаком. И тогда наша работа не сотрётся и не выгорит. Так. У меня она не отклеивается сразу. Так, вот всё. Я открываю лак. Берём кисточку и просто лаком мы промазываем хорошенечко всю нашу работу. И это закрепит хорошо нашу работу и штамп не сотрётся. Не нужно будет натирку делать, как обычно я советую делать это. Вот, посмотрите, какой глянцый пошёл. Всё, работа закончена. Сейчас я покажу ещё, что можно с это делать. Значит, вот, скажем, есть такая открыточка у меня. Это тоже рисовала сама. Но можно её сделать вот на такую подложку и подарить, скажем, вас будет открытка своей ручной работы. И это может быть разный дизайн. Скажем, на зелёном фоне тоже пойдёт хорошо и на жёлтом, и на зелёном. Это будет красиво. Теперь, смотрите, если вы сделали какую-то работу, нарисовали утюгом, и у вас не вся площадь бумаги, которую вы делали, интересна получилась, что там, скажем, моментами. Вы можете выбрать кусочек. Вот я здесь выбрала из большого куска, у меня там делала большую какую-то работу. Мне показалось, что вот это вот интересный какой-то здесь пейзаж. И даже мне кажется, что получились какие-то просто спонтанно получились две фигуры, мужчина на коленях и женщина стоит перед ним в шляпе. Ну, тоже фантазия, конечно, да, может быть. Но получилось интересно. Вот я тут кусочек вырезала, сделала подложку ему, и это вот тут уже самостоятельная работа. И тогда получилось очень красиво. Скажем, можно, уже как говорила, взять какую-то работу. Вот фрагмент получился какой-то. Вот у меня это получилось одного раза. То есть, чем хорошо вот эта техника, что как бы ты можешь что-то запланировать сделать, да, но всегда спонтанно. Ты не можешь получиться, что два раза одинаково. И утюг, когда отлип, у меня вот здесь я вот сделала. Вот так я рисовала, я нанесла синюю и красную бордовую краску на утюг, на подушину утюга, поставила утюг, сделала отлип, и у меня получилась вот такая работа. То есть, я здесь ничего не добавляла, только внизу и потом вот эти вот места еще проработала, добавила. А вот этот цветок, у меня цветок получился с одного раза. Вот, просто тоже можно сделать на канвас, на холст, прикрепить, вот получится красивая работа. Пробуйте, творите. Это очень интересная техника и нетрудная. Могут и дети заниматься этим. Конечно, присмотрим взрослых, но утюг не очень горячий. Вот, смотрите, я его даже рукой трогаю, вот он сейчас включен у меня. И он обжечься тут, я не знаю, но специально дети же не полезут, наверное, если с ними будете работать. Конечно, обязательно протирать, не забывайте, да, вот подушивать. У тебя должно быть чистая всегда. Всего доброго, я вам желаю творческих успехов и чтобы у вас получились красивые, замечательные работы. И это будет радовать вас, ваших близких, ваших гостей удивлять. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok